Скорость цивилизационных изменений растет на протяжении даже не жизни нынешнего поколения, как обычно говорят в таких случаях, а нашей собственной жизни. В течение последнего десятилетия в окружающем нас мире произошли разнообразные фундаментальные изменения, и это не просто появление тех или иных информационных технологий, с которыми мы сталкиваемся буквально каждый день. Вот очевидная констатация. Никогда еще изменения не были такими быстрыми и уже не будут такими медленными, как сегодня, в 21 веке. Современный мир совершает стремительный переход от эпохи Гутенберга к эпохе гиперсетей и метапространств. Эта трансформация вносит кардинальные изменения формы и способов взаимоотношений человека со знаниями. Предмет инженерии знаний, описывающий методы управления знаниями, не может не учитывать этих процессов. Рассмотрим понятие расширенной личности, введенное канадским философом Маршалом Маклюином в 60-е годы прошлого века. Этот термин в настоящее время все чаще употребляется для описания современного человека, способности которого расширяются за счет современных технологий и особенно, в нашем случае, развития коммуникаций. Речь идет о расширении возможностей современного человека за счет использования им в своей повседневной жизни цифровых и сетевых устройств, которые позволяют ему интенсивно использовать и быстрее получать доступ к знаниям, накопленным человечеством, получая к ним практически мгновенный доступ. Ускоряющееся использование системы искусственного интеллекта во всех областях жизнедеятельности, в информационных технологиях, в экономике, в оборонном комплексе, в культуре, в образовании, в человеческих отношениях создало новые колоссальные возможности и вместе с тем породило ряд проблем, несущих угрозу тем ценностям, принятие которых делают человека человеком. Это прежде всего ценность индивидуальной автономии, свободы выбора, понимание человеком смысла своих действий, и вытекающие из этого ответственность за результаты. В том случае, когда искусственная интеллектуальная система рекомендует человеку определенные действия, и к тому же, когда он не может понять, на основании чего дается такого рода рекомендация, и система не понимает сама себя, он перестает воспринимать себя в качестве самостоятельной личности. Не только скорость, но также и радикальность изменений заставляет нас рассмотреть весьма длительную историческую перспективу, начиная с самого появления Homo sapiens. Первое после этого появление информационная революция в истории человечества – это появление речи. По-видимому, человек при некотором определении того, что такое Homo sapiens, существовал еще до речи. По-видимому, до возникновения устной речи также существовали способы общения людей, жесты, прикосновения, запахи, нечленораздельные звуки, и шла мыслительная деятельность человека. И с этого, по-видимому, и стоит отсчитывать события. Технология речевого общения в сочетании с видимым действием составила первую информационную революцию. Изобразительные технологии, включая рисунок и письмо, связанные с фиксацией движения человека, сопровождающегося передачей информации – это следующая технология. И, наконец, технология искусственного интеллекта, к которому мы относим и автоматизацию вычислений, и написание текста, и проектирование самих технологий, представляется следующей существенной революцией. Но вот 50-100 тысяч лет назад произошли радикальные изменения, связанные с тем, что возникла эффективная технология передачи информации, а именно речь. Несколько тысяч лет назад возникло письмо. За последние 100 лет возникло то, что можно назвать искусственным интеллектом – практически экспоненциальный рост. Сущность понятия «искусственный интеллект» – важная философская проблема. В нашем курсе этот термин понимается широко. Это все способы автоматизации, механизации, интеллектуальной деятельности человека. Есть ручной труд, есть машинное, индустриальное производство, а есть интеллектуальная деятельность. В какой-то момент человек начал использовать те или иные инструменты для этой деятельности. В связи с этим можно упомянуть и об алгоритмическом искусственном интеллекте, попытке прямого моделирования, формализованной интеллектуально-логической деятельности человека, и о том, что называется машинное обучение, попытке машинного моделирования человеческой интуиции. Следует особо отметить, что искусственный интеллект сегодня охватывает и коммуникацию. Предшествующие революции начинались именно с коммуникации, а потом захватывали все сферы жизни человека. Можно считать, что и предтечами идущей сейчас революции были телеграф и телефон. Сегодня разные формы коммуникации во многом слились благодаря достижениям в сфере искусственного интеллекта. Возможно, в силу тех же экспоненциальных тенденций мы присутствуем сегодня при начале следующей информационной революции, основанной на прямом интерфейсе между человеком и машиной, между мыслительными процессами, сопровождающимися электронными электрическими импульсами в мозге человека и внешним цифровым миру. В начале 30-х годов XX века Лев Семенович Выгодский выдвинул фундаментальное положение, что информационные технологии меняют то, как человек думает, общается и действует. Эти изменения прослеживаются во всех упомянутых информационных революциях, при этом информационные, как и другие технологии, не только что-то добавляют, но и что-то отнимают у человека. Как говорил Выгодский, очередная информационная технология отменяет и делает ненужным целый ряд естественных процессов, работу которых выполняет то или иное интеллектуальное орудие. С этим положением связано, в частности, и понятие, которое можно назвать контрреволюцией. Например, приблизительно в VII-VI веках до н.э. в античной Греции завершилась революция перехода от устной цивилизации, от устного общения к письменному. В связи с этим Платон цитирует возражение своего учителя, Сократа, против письменной речи, как того способа коммуникации, который убивает мудрость, общение и учение. Не исключено, что Сократ не пользовался письменной речью, по крайней мере, свидетельство этого не сохранилось. Разумеется, это более очевидно для Гомера. Официальные данные о грамотности населения нашей страны в XIX веке показывают неграмотность большинства. Следует ли отказать этому большинству в мышлении, общении и учении? Или, напротив, считать, что только оно и было способно к этим видам деятельности? Лев Выгодский в лекции, прочитанной в Коммунистической Академии в 1930 году, указывал, что примерами психологических орудий, то есть в нашем понимании технологии обработки информации, являются язык, различные формы нумерации, исчисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведение искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т.д. Выгодский утверждал, что включение этих орудий в процесс поведения, во-первых, вызывает деятельность целого ряда новых функций, связанных с использованием данного орудия, с управлением им. Во-вторых, отменяет и делает ненужным целый ряд естественных процессов, работы которых выполняет орудие. В-третьих, видоизменяет протекание отдельных моментов, входящих в состав инструментального акта психических процессов, замещает одни функции другими, то есть пересоздает, перестраивает всю систему, структуру поведения, совершенно так же, как техническое орудие, пересоздает весь строй трудовых операций. Именно с этим связаны и те трудности и проблемы, которые возникают, с которыми сталкивается все человечество и отдельный человек, переходя к использованию новых интеллектуальных орудий. И с этим связаны и те явления, которые можно характеризовать, как контрреволюцию, попытку сохранить то, что новый инструмент делает ненужным или вообще отменяет. Положение Выгодского 1930 года получает развитие в виде высказываний 2003 года британского философа Энди Кларка. Расширяющее сознание технология приходит в удивительном разнообразии форм. Они включают в себя лучшие из наших старых технологий – ручку, бумагу, карманные часы, блокнот художника, логарифмическую линейку, а также смартфоны, связывающие пользователя со все более отзывчивой всемирной паутиной, а скоро и с повседневными объектами, которые населяют наши дома и офисы. И дальше. Некоторых деятелей от образования это пугает, а для меня же это естественное торжество способности, делающие нас создания столь мощными в решении проблем. Наш мозг более, чем у любого другого существа на планете, способен искать и использовать интимные отношения с небиологическими ресурсами, которые в конечном счете обеспечивают наши способности к яркому абстрактному мышлению. Мы, прирожденные киборги, всегда готовы слить в постижении мира нашу умственную деятельность операциям пера, бумаги, электроники. Представление о расширенном сознании – это представление о том, что современное сознание – это не сознание, находящееся только под черепной коробкой. Наглядный пример того, что можно называть расширенным сознанием, приводит Мишель Сэр в своей книжке «Девочка с пальчик». Там он говорит о судьбе святого Дионисия Ореопагита. Когда обезглавленный Дионисий встал с колен, подобрал голову и, держа ее в руках, продолжил карабкаться вверх по склону Монмартра и проповедовать. Эта легенда породила даже целую плеяду святых кефалофоров, носителей собственных голов. На иконе, представленной на слайде, изображенный Иисус, общающийся с несколькими кефалофорами, у которых сознание располагалось вне тела. В своей книге Сэр пишет, «Девочка с пальчик открывает свой компьютер. Там, в отрыве от себя, она держит свою, доселе бывшую внутренней познавательную способность, подобно тому, как святой Дионисий нес в руках свою голову. С недавних пор мы все превратились в святых Дионисиев. Мозг отделился от головы с ее костями и нервными клетками. Компьютер, ящик у нас в руках, вмещает в себя и приводит в действие то, что мы называем нашими способностями. Память, причем тысячекратно более мощную, чем наше воображение, нашпигованное миллионами образом. И даже разум. Ведь компьютерные программы могут решать сотни задач, с которыми мы в одиночку не справились. Наша голова лежит перед нами в овечесленном ящике мысли». Мишель Сэр пишет, «Что по отсечению головы остается у нас на плечах? Интуиция изобретательная и неуемная. Знания загружены в ящик, но охота к изобретению по-прежнему с нами. И любопытство, неужели мы обречены быть умными? Когда появилась книгопечатание, Монтейн предпочел ясную голову накопленным знанием, поскольку их запас, уже объективированный, стоял у него на полках в виде книг. До Кутенберга историкам требовалось знать наизусть сочинения Фукидида и Тацита. Те, кто интересовался физикой, заучивал труды Аристотеля и греческих механиков, а те, кто совершенствовался в ораторском искусстве, сочинения Демосфена и Квинтеляна. Иначе говоря, все они пичкали голову. Способ сэкономить на запоминание места книги на полке уходит меньше ресурсов памяти, чем на хранение всего ее содержания. Новый способ сэкономить более радикальный. Нет надобности помнить даже место книги. Этим занят поисковик. Переносная голова девочки с пальчик уже не та, что прежней головы, которым быть ясными лучше, чем напичканными наукой. Между тем уже видно, что дорога ведет совсем не туда, куда собирались 70 лет назад. За спорами о том, может ли машина мыслить, что такой интеллект, тем более искусственный, не завоюет ли нас машины, довольно неожиданно, прямо на наших глазах, стал формироваться третий участник марафона в будущее, который Александр Нариньяни назвал Е. Хомо, поскольку он рождается в симбиозе сегодняшнего хомо сапиенс с быстро совершенствующимися сверхвысокими технологиями. Этот процесс Лев Выгодский и маршал Маклюэн назвали расширением человека. В таком симбиозе проступает совсем новая формация личности середины 21 века. Е. Хомо во многих отношениях будет отличаться от нас, людей начала нынешнего века, настолько же, насколько наш современник отличен от крестьянина средних веков. Очевидно, что Е. Хомо не появится ниоткуда. Можно сказать, что они уже среди нас. Да и сами мы, пусть пока немного, но ими являемся. Те, кто сегодня активно пользуются интернетом, мобильником, персоналкой, начинают, не осознавая того, превращаться в этот новый вид, который внешне сохраняет принадлежность к хому, но качественно все более отличается от него за счет врастания в развивающуюся техногенную среду обитания. Трансформация в Е. Хомо только начинается, но мы уже не те хомо, которыми были 20 лет назад, хотя и пока не такие, какими станем через 10, 20, 30 лет, то есть еще при жизни основной части нынешнего поколения. Техногенная среда будет для нового человека не только внешней, она проникнет внутрь его организма в виде чипов и микроустройств чуть ли не молекулярного размера. Никаких сомнений, что возникновение нового человека это неизбежный и закономерный процесс, который может остановить сегодня разве что мировая катастрофа. Интеллектуализация является двигателем этого прогресса, поскольку как раз и направлена на то, чтобы взаимодействие с полезным устройством сделать надежным, простым и эффективным. Мы у порога нового этапа цивилизации, касающегося как всего человечества, так и каждого человека, его личности, тела, образа жизни и даже души. Между человеком и искусственным интеллектом формируется нечто среднее, своего рода кентавр. В такой перспективе кажется не столь уж важным, кто будет управлять огромным муравейником Ехома, искусственный интеллект или ВИП Ехома из числа высшего руководства. Рассмотрим карманные часы, сопровождающие человеческую жизнь с 17 по 21 век, когда эта эстафета была передана смартфону. Вообще все виды часов сопровождающих нашу жизнь. Насколько точно мы умеем определять время сегодня без часов? Возникает вопрос, а почему собственно без часов? Устройство, помогающее человеку знать время, теперь постоянно в наличии. Но точно так же возникает вопрос, насколько хорошо мы помним без компьютера? И сегодня можно спросить, а почему собственно без компьютера? Зададим другой странный вопрос, насколько хорошо мы что-то помним без мобильного телефона? Кто знает наизусть 10 актуальных действующих сегодня телефонных номеров? Сегодня трудно найти такого человека. Еще показательнее сравнить число тех немногих, кто 20-30 лет назад каждую неделю обращался к бумажным энциклопедиям или толковым словарям по сравнению с числом тех, кто сегодня по крайней мере раз в неделю смотрит этимологию какого-нибудь понятия в Википедии. Количество людей на порядке выше. Доказательством этого служит статистика числа обращений к русскоязычному разделу Википедию, составляющего на сегодня полтора миллиона запросов в час. Описанные изменения произошли, сознание уже расширилось, но повторим, наличие карманных часов это уже расширенное сознание, помимо субъективного чувства времени, как и календарь на стене, который объясняет, какой собственно сейчас сезон, вообще урожай уже пора собирать или нет, в дополнение к наблюдению и интуиции. Сейчас, как уже было сказано, мы вступаем в завершающий этап не четвертой индустриальной, а четвертой именно информационной революции, относящейся к расширенному сознанию. И в этом смысле смартфон, за которым мы постоянно лезем в карман, когда хотим или с кем-то пообщаться или выяснить какой-нибудь непонятный для нас термин, вот важный элемент этого современного расширения сознания. Голосовой ввод текста, который становится реальностью на наших глазах, квалифицированный перевод с одного языка на другой. Еще 10 лет назад странно было видеть профессионального переводчика, который использует машинный перевод, хотя сама по себе идея машинного перевода принадлежит, конечно, 50-м годам прошлого века, но сегодня большинство профессионалов используют не ручку с бумагой, а клавиатуру, как автоматизированный перевод с одного языка на другой, а потом уже его правят, редактируют, уточняют, в том числе интерактивно и так далее. Коклеарный имплантат – устройство, воздействующее непосредственно на слуховой нерв. Сегодня более миллиона жителей Земли получают речевую информацию без того, чтобы воспринимать звук непосредственно по обычному каналу. Под кожу вживляется приемник электромагнитных сигналов, выводящий их на слуховой нерв. Получает приемник сигналы от передатчика, похожего на обычный слуховой аппарат. Передатчик использует нетривиальные методы обработки речевого сигнала. Это добавление внешних объектов, расширение внутренних механизмов и вытеснение старых, о котором говорил Выгутский. Процесс расширения использования имплантатов сопровождается индивидуальным и коллективным протестом, и это тоже четвертая информационная революция. Очень вероятно, что глухой ребенок в раннем детстве, получивший кохлеарный имплантат и именно в этом возрасте наиболее эффективно начал его использовать, не освоит языка жестов, языка глухих или, по крайней мере, не будет бегло говорить на нем. Аналогично этому слепые теряют свою традиционную грамотность за счет современных технологий. Большинство слепых среднего возраста уже не нужно знать Брэйля. Большинство глухих с кохлеарным имплантатом не нужно владеть языком жестов, и мы слышим протесты против технологий от видных деятелей этих человеческих сообществ. Рассмотрим контрреволюционные ответы на революционные изменения. Например, мысль изреченная есть ложь. Есть реакция на то, что без речи все было честнее. Ты мог посмотреть человеку в глаза или посмотреть, как он двигает рукой или пинает тебя ногой. Это чистая правда. Любой разговор, вообще говоря, затемняет существо дела. Так и набрать можно и так далее. Далее, следуя Сократу в изложении Платона, мы можем спросить, а вот автор романа, он его знает или нет? Если не знает, то это какое-то жульничество. Вот Гомер свои поэмы знал, спроси его, и он всю ляду, как считается, от первой до последней строчки произнесет близко к тексту, а уже Тургенев или Достоевский своих романов наизусть не знали. Тогда это жульничество в понимании Сократа. Что-то написал на бумаге, а сам за это не отвечает. И математик часто не держит в уме целиком вычисления или полное доказательство теоремы. Они записаны и уже находятся в его расширенном сознании. Это видно в ситуациях с материальными технологиями, на примере движений разрушителей машин лудитов. Информационный теоретик Луча на Флориде выдвигает концепцию четырех революций. Три революции, которые человечество пережило, это революция в физике Николай Коперник, в биологии Чарльз Дарвин и в психологии Зигмунд Фрейд. Теперь человечество, по мысли Луча на Флориде, переживает четвертую революцию, которая изменяет всю нашу жизнь и нас самих. Выражается это в том, что люди создают себе новую окружающую среду, информационную сферу или инфосферу. Профили личности, которые мы создаем в режиме онлайн, начинают все больше вплетаться в нашу повседневную жизнь. Человек превращается в информационный организм или инфорк. Научно-технический прогресс дает обществу принципиально иное понимание мира по сравнению с тем, что существовало на протяжении веков в обществе традиционном. Но помимо того, что наука меняет наше представление о мире, она меняет и наше представление о нас самих. Изменения, вносимые наукой в наше самопознание, могут быть нечастыми, но они полностью переворачивают наш предшествующий опыт. Для первой научной революции в Флориде выбирает Николай Коперника, предположившего, что Земля не есть неподвижный центр Вселенной и фиксированный центр сферы звезд, вокруг которой вращаются планеты и Солнце. Вместо этого Земля это лишь одна из нескольких планет в нашей Солнечной системе, сама по себе вращающаяся вокруг Солнца с необычайно высокой скоростью. С современной позицией трудно понять, насколько сокрушительной была эта теория для самопознания. Большая часть человечества того времени считала себя настолько привилегированными, что они неизбежно существовали в самом центре Вселенной, созданной исключительно для них. Вселенная сосредоточилась на них и буквально вращалась непрерывно вокруг них. Только со временем эмпирические данные стали настолько убедительными, что коперниканское воззрение стало общепринятым. Вторую научную революцию, как считает Флоридия, ознаменовали идеи Чарльза Дарвина. В то время как люди вынуждены были признать, что они жили в одном историческом измерении среди многих других живых видов на планете, они продолжали себя считать от остальных тем, что явно превосходили их свои способности изменять мир вокруг себя. Это наводило людей на мысль о том, что они должны иметь совершенно другое происхождение, даже в сравнении с самыми умными животными. Дарвин развенчал эти представления. Теория эволюции показала, что все живое на Земле произошло от нескольких общих предков путем постепенных видоизменений на протяжении многих миллионов лет. Оправившись, от Дарвиновской революции общество утешало себя новой мыслью о том, что человек так сильно изменился с момента его появления, что теперь он отличается от других живых существ умением быть рациональным и способностью к высоким помыслам, которые делают его независимым от низменных инстинктов. Но эти представления попали под удар третьей научной революции, которую произвели идеи Зигмунда Фрейда. Он и его сторонники убедили общество в том, что люди не являются полностью рациональными и наши помыслы непрозрачны для нас самих, так как мы до сих пор находимся во власти животных инстинктов. Инстинкты и наш разум не подвластны нам, так что мы не всегда можем быть уверены в том, что мы осознаем свои собственные действия и можем понять самих себя. В совокупности эти три революции за пять столетий коренным образом преобразовали наше представление о нас самих, но наука не останавливается в своих достижениях, поэтому наше понимание мира находится в постоянном движении, и даже сам мир меняется, потому что мы меняем его, и в наше время общество стоит на пороге четвертой революции, революции информационной. Новаторская работа по теории информации, начатая такими великими учеными, как Тьюринг и Шеннон, привела к созданию информационно-коммуникационных технологий. Информационная революция началась в 50-х годах XX века, создание необычайно больших и неуклюжих компьютеров, но изменившими к нашему времени весь спектр техники, которую люди используют в повседневной жизни. Стационарные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры, MP3-плееры, электронные ридеры, смартфоны, вплоть до соответствующего программного обеспечения, веб-сервисов и приложений, которые также являются частью повседневной жизни, электронная почта, телеграмм, фейсбук и т.д. В совокупности техника и информационные технологии организуют нашу повседневную и рабочую жизнь. Мы читаем электронные книги, смотрим фильмы в онлайн-кинотеатрах, общаемся или обмениваемся электронной информацией через смартфоны, бронируем через интернет билеты в кино и для авиаперелетов, принимаем входящую корреспонденцию через электронную почту. По информационной революции решающее значение сыграло появление сети интернет. Создание интернета можно рассматривать как создание абсолютно новой онтологической реальности, которая создает новый окружающий человека мир, где доступны новые аппаратные средства, новые программные обеспечения и сервисы. Иными словами, создается новый тип реальности. Эта новая реальность может быть названа информационная сфера или кратко инфосфера. Революционные перемены в повседневной жизни сопровождаются созданием огромных объемов данных информации Big Data. Меняются способы управления во всех сферах человеческой деятельности. Значительный процент ВВП развитых стран, таких как Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, теперь состоит из информационных товаров, таких как музыка, романы, компьютерные программы и другие запатентованные изобретения, в отличие от материальных товаров, которые выпускаются в производстве или производятся в сельском хозяйстве. По этой причине ученые стали говорить о новой экономике знаний или информационной экономики. Мы говорили о том, что мир и наше представление о нем изменяются в результате революции. Революционный переворот для сознания является настолько глубоким, что меняет наше представление о нас самих. Поэтому, рассматривая перемены в жизни и сознании современного человека, многие философы, занимающиеся проблемами информации, называют информационной революцией. Флориде считает, что сейчас мы видим мир и наше место в нем новым способом, через призму сети интернет и информационных технологий. Этот новый мир инфосфера, а мы информационные организмы или инфорги, обитающие в пределах этого мира. Это есть настоящая революция, потому что наше понимание мира меняется, и это новое понимание имеет свои особенности. Во-первых, вся уникальность мира сводится к единому онтологическому основанию информации, которая подразумевает информационное взаимодействие всего и вся. Границы между различными предметами явлениями мира стираются, так как мы видим их основные наиболее общие характеристики в качестве информационных. Предметы, принадлежащие различным явлениям, могут взаимодействовать, и даже разные типы взаимодействия можно рассматривать как принципиально схожие. Удары камня, падающего с горы, и редактирование программного обеспечения, конечно, имеют свои отличия, но, тем не менее, они оба могут подниматься как информационное взаимодействие, изменение структуры данных. Во-вторых, теряется и постепенно исчезает ценность уникальности, неповторимости и индивидуальности объекта или явления. Такое явление, как Давид Микеланджело, уникально. Произведения, подобные произведениям великого мастера, уже не являются ими и не имеют многих его свойств, прежде всего, не обладают их ценностью, как эстетической, так и товарно-денежной. Все больше наша жизнь наполняется массово тиражируемыми произведениями. Мы уже не сильно стремимся слушать живое, уникальное исполнение музыкальных произведений, а покупаем и загружаем файл MP3-песни, который остается взаимозаменяемой всеми другими файлами MP3-песни. Это есть переход от материальной с субстратной к субстанции, уникальной и незаменимой по своей сути, к множественному бытию идеальной информационной субстанции. Через призму этих качеств мы можем рассмотреть и описать новую реальность инфосферы. В Флориде называют этот процесс реантологизацией. Новое познание мира состоится в согласии с новым самопознанием. Как и в предыдущих революциях, стираются различия между человеком и другими объектами и явлениями Вселенной. Мы становимся свободнее от ограничений нашего физического местоположения и нашей биологической организации. Например, наша деятельность уже не ограничивается нашим физическим местоположением, так как большинство населения имеет информационно-коммуникационные средства взаимодействия, оснащенные современным интерфейсом, такие как планшетные компьютеры и смартфоны, позволяя нам осуществлять непосредственный диалог в виде собеседника, к примеру, по скайпу, или производить опосредованное общение, к примеру, с помощью электронной почты или социальных сетей. Из-за этого мы больше не воспринимаем интернет и многочисленные программные средства взаимодействия как нечто чужеродное и неестественное. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Это новые инструменты для того, чтобы делать то, что мы обычно делаем. Также в информационном взаимодействии стало меньше различий между явлениями, которые пребывают в процессе действия и теми, что завершили процесс, между режимами онлайн и оффлайн. Например, неясно, человек, использующий GPS, находится онлайн или оффлайн. Таким способом категории моделируют новую реальность инфосферы, в основе которой интернет, внедряющийся естественным образом в оставшееся пространство нашего опыта. Флоридия называет этот новый статус на всю жизнь онлайн. Человеческая жизнь быстро становится предметом опыта на всю жизнь, который изменяет ограничения и предлагает новые возможности в развитии личности, пишет Флоридия. Именно из-за этого мы можем рассматривать весь мир как инфосферу и нас как инфоргу. Процесс четвертой революции еще не завершился. Нынешнее взрослое поколение не полностью забыло прошлое и может видеть изменения, поэтому пока мы еще не полностью реализовались в инфоргу. Но современные дети, которые используют iPad, прежде чем научатся пальцами переворачивать страницы книги, вырастут, чтобы стать инфоргами, достаточно неосведомленными о происшедших в недавнем прошлом изменениях. Они настоящие дети информационной революции. Изменения информационной революции, так же, как трех предыдущих революций, необратимы. Если предположить, что мы можем быстро утратить технологии и вернуться к до информационно-коммуникационному периоду истории, то намного сложнее будет утратить новое понимание самих себя, которое создала информационная революция. Лучано Флориди систематизировал открытые проблемы философии информации. Епископ Русской Православной Церкви Тихон Шевкунов несколько лет назад поддержал создание обсуждения небольшого телевизионного фильма, в котором молодым людям задавались вопросы, относящиеся к российской культуре и истории. Например, кто написал роман Бесы. Можно представить себе, что происходило. Происходило примерно то же, что и в 70-е годы. Когда ты задаешь молодому человеку вопрос про роман Бесы, это вне его контекста. Он знает, так сказать, что происходит вокруг него, и все. Ответ был такой. Некрасов, Пушкин, можно мы погуглим? У девушки спросили, чем известен Михаил Ломоносов. Михаил Ломоносов, ну как же, Ломоносов, конечно, интернет, как говорится в таких случаях, взорвался миллионами откликов. Насколько же малограмотна наша молодежь? Это наглядная демонстрация современного расширенного сознания. То есть, для представителей церкви Тихона и большинства населения нашей страны, это доказательство тех ужасов, которые принес нашу жизнь интернет. Хотя в 70-е годы молодые люди были примерно такими же. Но посмотрим на ситуацию объективно. В каждый момент, когда девушку тянуло загуглить, оператор не дожидался, чтобы она ответила. Это очень интересная история. Фильм можно легко найти в интернете. Это демонстрация расширенного сознания, как оно выглядит сегодня, со всеми плюсами, минусами и соответствующей контрреволюцией. Следующий вопрос это устная речь. В той самой перспективе информационной революции, революции мышления, революции коммуникации, выше говорилось о том, что в какой-то момент произошел сдвиг, устная культура начала вытесняться письменной. Это то самое революционное изменение, которое происходило во времена Платона и Сократа. Вальтер Онг рассмотрел эффект, связанный с современными технологиями и с возвращением устности. Он отмечал, что без письма грамотный ум не будет и не может мыслить так, как он мыслит не только тогда, не только, когда он занят письмом, но когда он формулирует свои мысли в устной форме. Больше, чем любое другое изобретение, письменность преобразила человеческое сознание. Одновременно Онг пишет о том, что сегодня возникает вторая устность. Заметим, попутно, что устность официальный термин. Это один из принципов судопроизводства Российской Федерации, где устная коммуникация является первичной. Устное участие сторон, присутствие на процессе и устное изложение аргументов. Судья принимает решение на основании дискуссии, происходящей устно. Новая устность, которая возникает сегодня, становится все более и более важным форматом общения. Величайшие речи 20 века это речи, воспринимающиеся устно. I have a dream. Это устное заявление, это не текст речи Мартина Лютера Кинга, как та или иная речь Ленина, Сталина, Трумана и так далее. Рассмотрение подобных эффектов было в частности предметом деятельности Маршалла Маклюина, но и в более общем контексте, когда все это синтезируется и объединяется, становится новым форматом взаимодействия, включая даже и доречевые, доустные форматы взаимодействия. В частности, характерно название книги Маклюина и Квентина Фьора «The Medium is the Massage», то есть не месседж, не сообщение, а именно массаж, как возвращение к тактильности. Обратим внимание на то, что философ Мираб Мамардашвили считал, что его месседж это то, как нечто происходит здесь и сейчас в устном формате, поэтому он всегда носил с собой диктофон, записывая то, что происходит. Устное сообщение это дело, которое он делает, а не текст, который существует в предыдущей письменной цивилизации. Мамардашвили демонстрирует пример возвращения устной цивилизации, отказ от письменности, от письменного. Даже научное наследие Мамардашвили можно считать вполне сократическим. Его записи это записи его устных лекций бесед. Большая часть этих записей была сделана самим Мамардашвили с помощью бобинного магнитофона Грюндик, с которым он с 1967 года практически появлялся на всех своих лекциях и выступлениях. Именно эти записи неплохо сохранились и были впоследствии расшифрованы. Мамардашвили был убежден в том, что написанный текст мало о чем может сообщить. Он никогда не мог знать точно, как пойдет движение мысли и не всегда был уверен в ее успешности. Но то, что процесс мышления есть процесс, который тебе не принадлежит, но скорее свершается с тобой и в лучшем случае с твоей помощью, побуждало Мамардашвили к тому, чтобы успеть запечатлеть тот спонтанный акт, то самопроизводство смысла и ту самодеятельность духа, которые происходили с ним, хотя и не до конца по его воле. В идее спонтанности мысли, в которой себя можно лишь застать, но не вызвать себе по собственному произволу. Мамардашвили был убежден всю жизнь. Философ Жак Деррида выразил это так. Эпоха господства линейного письма и соответствующие модели мысли заканчиваются повсюду, в литературе, философии, науке, а это, в свою очередь, предполагает новую организацию пространства и времени. Итак, письмо сегодня оказалось иным. Оно оказалось слитым с устным сообщением. Оно оказалось многоязычным. Грамматика выносится за пределы человеческого мозга. Устная речь немедленно трансформируется в письменную или в речь на другом языке. Итак, с точки зрения речи, мы сейчас находимся в состоянии некоторого нового формата, связанного тоже с расширенным сознанием. Происходит неминуемое массовое падение орфографической и даже письменно-функциональной грамотности, как это было с устной грамотностью в эпоху Сократа Платона. Медиаресурсы, как способ распространения информации и знаний, играют все большую роль в обществе, а с проявлением цифровых технологий и сетевых способов взаимодействия людей – ключевую. Невозможно не рассмотреть в нашем курсе фигуру маршала Маклюэна и его теории. Идеи Маклюэна по взаимодействию людей в медиасреде, ее развитии и влиянии этого развития на человека и общество с нашей точки зрения важны каждому, кто пытается разобраться в теме инженерии знаний. Кто же такой маршал Маклюэн и чем он знаменит? Посмотрим, что написано в Википедии. Герберт Маршал Маклюэн, живший с 1911 по 1980 год, канадский культуролог, философ, филолог и литературный критик, получил широкую известность как исследователя воздействия электронных средств коммуникации на человека и общество в концепции мира как глобальной деревни. Мы остановимся на рассмотрении трех наиболее известных работ Маклюэна «Галактика Гутенберга», «Понимание медиа», «Война и мир в глобальной деревне». В первой Маклюэн изложил теоретические основы своего подхода и предложил свою концепцию истории средств коммуникации. Во второй он сделал попытку понять место и роль средств коммуникации в современной жизни. И в третьей утверждает, что развитие средств массовой коммуникации сжимает мир в одну точку и позволяет каждому одновременно видеть события, удаленные друг от друга. Такой мир Маклюэн назвал «Глобальной деревней», в которой люди рассуждают и поступают так, как если бы они были совсем рядом, жили в одной деревне. От правильного представления состояния современной системы медиа и соответствующего построения системы коммуникаций зависит успешность процесса передачи знаний. Мысли Маклюэна, его разделение средств медиа на холодные и горячие и описание разницы их воздействия на людей не потеряли своей актуальности. Слушателям нашего курса необходимо понимание состояния медиасреды, как и авторам курса, которые строили этот курс, в том числе с учетом наследия Маклюэна. Маклюэна принадлежит идея о том, что средства передачи информации это сообщение, представление медиа как расширение человека и термин глобальная деревня. Маклюэн предсказал появление сети интернет почти за 30 лет до ее возникновения. В своих работах Маклюэн последовательно характеризует разные средства коммуникации, в число которых входит не только устное, письменное и печатное слово. Телеграф, телефон, радио, кино, телевидение, но и деньги, дороги, одежда, жилища, часы, фото, автомобиль, игры, оружие. В основе концепции Маклюэна представление о том, что развитие человеческого общества в первую очередь определяется развитием средств коммуникации, причем основное воздействие средства коммуникации осуществляет непередаваемым смысловым содержанием, а своими принципами организации, внутренней структурой. Именно они определяют форму мышления и организации опыта в обществе и практике. Основными идеальными типами и одновременно историческими стадиями полюсами являются в концепции Маклюэна устный, печатный типа коммуникации, промежуточным между которыми и во многом совмещающим их черты является письменный, рукописный тип коммуникации. Основная теоретическая посылка Маклюэна состоит в том, что постоянно создавая различные технологии, представляющие собой внешние проекции своего тела, человек тем самым, применяя эти технологии, постоянно изменяется под их воздействием. Маклюэн пишет, все средства коммуникации, будучи способными переводить опыт в новые формы, являются действующими метафорами. Устное слово было первой технологией, благодаря которой человек смог выпустить из рук свою среду с тем, чтобы схватить ее по-новому. Слова своего рода восстановление информации, которая протекает с высокой скоростью и может охватить собой всю среду и весь опыт. Слова это сложная система метафор и символов, переводящих опыт в наши выговариваемые или выносимые вовне чувства. Это технология эксплицитности. Благодаря переводу непосредственного чувственного опыта в голосовые символы можно в любое мгновение пробудить и восстановить из памяти весь мир. Устный тип коммуникации, который господствовал в древнем обществе, характеризуется тем, что основным органом восприятия являлся слух, господствовало мифологическое эмоциональное восприятие и реагирование на сообщения. Эта культура была аудиотаптельной. В печатной культуре были свойственны прямозрение, визуализация, аналитичность и рациональность восприятия. Два важных, важнейших толчка на пути перехода от устной к печатной культуре изобретение фонетического алфавита и изобретение книгопечатания. Фонетический алфавит абстрагировал значение от звука и перевел звук в визуальную форму, в результате чего изолированный звук и изолированный язык буквы сами по себе не имеют значения. Второй важнейший толчок изобретения книгопечатания. Маклюин пишет, печатный текст максимально усиливает визуальные черты алфавита и таким образом доводит индивидуализирующее воздействие фонетического алфавита до такой степени, которая была недоступна рукописной культуре. Рассуждая подобные динамики, Маклюин указывает на то, что стимулом к новому изобретению становится стресс увеличения скорости и возрастания нагрузки, а одной из типичнейших причин прорывов в любой коммуникационной системе является ее скрещивание с другой системой, например, из радио и кино родился звуковой фильм. Сама по себе предложенная Маклюином типология развития средств коммуникации стимулирует изучение форм коммуникации и истории культуры. Но Маклюин не ограничивает с этим. Он подробно и в разных аспектах обрисовывает особенности переходных периодов, причем ряд акцентируемых им положений важен и для истории литературы. Чрезвычайно ценно для понимания ряда особенностей развития и социального функционирования литературы, подчеркиваемое Маклюином положение, что в античности и в средние века чтение было по своей сущности чтением вслух. Ведь при чтении вслух восприятию свойственны эмоциональность и санестезия. Читатель гораздо более активен. Основной формой публикации литературного произведения в Древнем Риме было публичное чтение, сначала самим автором, а позднее профессиональными чтецами и актерами. Даже те, кто читал в одиночестве, в античности и в средневековье, обычно произносили читаемый текст слух. Августин в исповеди отмечал, что люди специально приходили, чтобы увидеть, как какое-то чудесное явление читавшего про себя Амвросия. Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось смысла, а голос и язык молчали. Маклюин полагает, что в эпоху Гутенберга обычай читать вслух был почти оставлен, поскольку читатель печатного текста находится в совершенно ином положении по отношению к писателю, чем читатель рукописи. Печатный текст постепенно сделал чтение вслух бессмысленным и ускорил акт чтения до такой степени, что читатель мог, так сказать, чувствовать руку автора. Другое важное, подчеркиваемое Маклюином положение гласит, что рукописная культура не знала авторов и публики в том смысле, в каком они были созданы печатной культурой. Одни авторы черпали у других, не указывая источник заимствования, другие распространяли свои произведения анонимно. До XVI века читателей мало интересовали автор читаемой книги и точность воспроизведения текста. Собственно говоря, не было и момента издания. Если типографское тиражирование фиксирует момент завершения работы над произведением, то рукописная книга могла изменяться автором бесконечно. Рукописи разных авторов собирались в библиотеках в сборнике и циркулировали в дальнейшем как единая книга. Лишь книга печатания стимулировала стремление к самовыражению, индивидуализм, стремление к обретению славы у современников и памяти потомстве. Не было в рукописной эпохе и публике в современном смысле слова. Тираж подавляющего большинства рукописных книг был невелик. Кроме того, на прочтение рукописной книги необходимо было затратить много времени, поэтому аудитория каждой книги была очень невелика. Согласно трактовке Маклюина, рукописная культура сохраняет аудио-тактильное восприятие мира. Между зрением, слухом, осязанием тут сохраняется относительное равновесие. Авторы рукописных произведений еще используют принципы устного повествования. Они не выдерживают единую позицию на протяжении всего текста, меняя ее по ходу изложения без всякой мотивировки. Главным следствием введения книгопечатания было превращение устного слова в визуально зримое. Визуальность же вела к аналитическому разделению функций. Только книгопечатание, пишет Маклюин, усилило визуальность восприятия страницы с текстом до полной однородности. Маклюин противопоставляет объемность звука плоскости печати. Другой важный аспект воздействия книгопечатания на литературу – резкий рост тиража и, соответственно, влияние на общество. Книгопечатание перевело литературу с латыни на национальные языки и позволило выразиться частному внутреннему опыту. С изобретением и развитием средств аудиовизуальной коммуникации, кино, радио, телевидение наступает конец господства печатного слова. Вектор движения меняется и начинается своего рода но на ином уровне к устной культуре. Сегодня, когда электричество создает условия высшей степени тесного взаимодействия в глобальном масштабе, мы стремительно возвращаемся в аудиовизуальный мир одновременных событий и всеобщего сознания. Под влиянием электрической технологии мы в наших самых обычных повседневных переживаниях и действиях становимся похожими на людей примитивной культуры. Это влияние проникает в нас не через наши мысли и мнения, к которым мы научились относиться критически, а через нашу повседневную чувственную жизнь, где выкристаллизовываются матрицы нашего мышления и поведения. Человеческий род теперь существует в условиях глобальной деревни. Род человеческий снова становится единым племенем. Понимание медиа внешнее расширение человека книга Маршалла Маклюэна, в которой он рассматривает предметы культуры артефакты в роли средств коммуникации. Книга стала бестселлером и переиздавалась много раз на разных языках. Артефакты в роли средств коммуникации Маршал Маклюэн понимает как внешнее продолжение человека. Вновь отмечаем когнитивную ошибку при переводе. В книге Extensions ошибочно переводится как расширение. В этом качестве в книге рассматриваются не только газеты, радио и телевидение, телефон, книгопечатание или письменность, слово, как оно выступает в устном и письменном виде, а также другие артефакты. Автор показывает, что коммуникационное воздействие артефактов является определяющим для понимания целых эпох в жизни человечества, подобно тому, как иероглифы и другие виды древней письменности были необходимы для древних цивилизаций и, соответственно, преодоление племенной организации общества. Алфавит передал власть от жрецов военной аристократии, его воздействие привело к формированию античного мира с его греческим чудом. Книгопечатание породило реформацию, индивидуализм, национальные языки и национальные государства и стало прототипом индустриальной революции. Радио помогло не только Гитлеру, но и Рузвейтул. Телевидение не только стимулирует многосенсорное восприятие и интерес глобально широкому миру, но и повседневную мифологизацию происходящего, что не может ни проявиться, ни проявляться в усилении религиозного сознания. Ключевую роль скрытого фонового воздействия средств коммуникации Мак-Люин выразил своим знаменитым афоризмом «Средство коммуникации есть сообщение». Так он назвал и первую главу своей книги. Мак-Люину принадлежит понятие расширения человека, связанного с возможностями, приносимыми прогрессом. На протяжении механических эпох мы занимались расширением наших тел в пространстве. Сегодня, когда истекло более столетия с тех пор, как появились электрические технологии, мы расширили до вселенских масштабов свою центральную нервную систему и упразднили пространство и время, по крайней мере, пределах нашей планеты. Мы быстро приближаемся к финальной стадии расширения человека вовне, стадии технологической симуляции сознания, когда творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен до масштаба всего человеческого общества, примерно так же, как ранее, благодаря различным средствам коммуникации, были расширены вовне наши чувства и наши нервы. Будет ли расширение сознания, которого так долго добивали специалисты, полезным делом, вопрос, допускающий множество ответов? Не рассмотрев всю совокупность расширений человека, мы вряд ли сумеем ответить на такого рода вопросы. Любые расширения, будь то кожа, руки или ноги, неизбежно несут с собой психические и социальные последствия. Маклюин говорит об основном конфликте новой эпохи, связанном с замедленной реакцией человека во взаимодействии с кардинально изменившейся средой при переходе от механической аналоговой основы цифровой, обладающей совершенно другими свойствами. В наше время, когда ставки необычайно выросли, а потребность понимания следствий, вызванных расширениями человека, становится с каждым часом все более настоятельной, в механическую эпоху многие действия могли совершаться без особых мер предосторожности. Медленность движений гарантирована отстрочку ответного действия на немалый промежуток времени. Сегодня действие и ответное действие происходят почти одновременно. Мы на самом деле живем, опираясь на сетевые пространства и цифровые скорости, однако продолжаем мыслить в соответствии со старыми пространственными и временными образцами до цифровой эпохи. Этот эффект мы наблюдаем и на своем опыте, когда не успеваем учесть все сообщения, приходящие почти одновременно по многим каналам связи, число которых растет, можем видеть в неспособности многих политиков старой школы учитывать скорость и широту распространения новостей в современном мире. Маклюин описывает защитный механизм умения человека отключаться от части информации, поступающей из внешнего мира, по крайней мере эмоциональные блокировки. Из технологии письменности современный человек подчеркнул способность действовать и на что не реагируя. Выгоды такого фрагментирования самого себя видны на примере хирурга, который был бы совершенно беспомощен, окажись он по-человечески вовлечен в проводимую операцию. Мы овладели искусством проводить с полной отрешенностью самые опасные социальные операции, однако наша отрешенность была позицией безучастности. В цифровую эпоху, когда наша центральная нервная система технологически расширилась вовне, вовлекает нас в жизнь всего человечества и живляет в нас весь человеческий род, мы вынуждены глубоко участвовать в последствиях каждого своего действия. Нет более возможности без риска принимать отчужденную и отстраненную роль письменного человека. Внедрение каждого нового средства коммуникации и новой технологии Мак-Люин считал шагом к расширению личности вовне, что неизбежно приводит к личностным и социальным последствиям, вытекающим из нового масштаба, привносимого каждым таким расширением или новой технологией в общественную жизнь. Так, например, новые образцы человеческих связей, возникающие вместе с цифровизацией, несут с собой угрозу уничтожения рабочих мест. Это негативный результат. С позитивной же точки зрения цифровая трансформация создает для людей новые роли, иначе говоря, воссоздают ту глубину вовлечениях в свою работу и в связи с другими людьми, которая была разрушена прежней механической технологией. Многие склонялись к тому, что значением или сообщением машина является не она сама, а то, что человек с нею делает. С точки зрения того, как машина изменяла наше отношение друг к другу и к самим себе, не имела ровным счетом никакого значения, что именно она выпускала кукурузные хлопья или автомобили. В этой связи может быть показателен пример электрического света. Электрический свет – это чистая информация. Он представляет собой средство коммуникации без сообщения. Этот факт, характеризующий все средства коммуникации, означает, что содержанием любого средства коммуникации всегда является другое средство коммуникации. Содержанием письма является речь, точно так же, как письменное слово, служит содержанием печати, а печать содержанием телеграфа. Если спросят, что есть в содержании речи, на это необходимо ответить, это действительный процесс мышления, который сам по себе невербален. Сообщением любого средства коммуникации или технологии является то изменение масштаба, скорости или формы, которое привносится им в человеческие дела. Железная дорога не привнесла в человеческое общество ни движения, ни транспорта, ни колеса, ни дороги, но оно ускорило прежние человеческие функции и укропнило их масштабы, создав совершенно новые типы городов и новые виды труда и досуга. И это происходило независимо от того, функционировала ли железная дорога в тропической или северной среде, и совершенно независимо от перевозимого по ней груза или содержания железнодорожного средства сообщения. С другой стороны, самолет, повышая скорость транспортировки, приносит с собой тенденцию упразднения железнодорожной формы города, политики и человеческих связей, причем совершенно независимо от того, для каких целей самолет используется. Вернемся к электрическому свету. Используется ли свет для операции на мозг или освещения вечернего бейсбольного матча не имеет никакого значения. Можно было бы утверждать, что эти виды деятельности являются в некотором роде содержанием электрического света, поскольку без электрического света они не могли бы существовать. Этот факт всего лишь подчеркивает, что средства коммуникации есть сообщение, так как именно средства коммуникации определяют и контролируют масштабы и форму человеческого действия. Содержания или способы применения таких средств столь же разнообразны, сколь и неэффективны в определении формы связывания людей. Содержание всякого средства коммуникации скрывает от наших глаз характер этого средства. Электрический свет ускользает от внимания как средство коммуникации, именно потому, что у него нет содержания, и это делает его примером того, насколько люди не заботятся об изучении средств как таковых. Электрический свет практически никогда не рассматривается как средство коммуникации, всегда предметом внимания становится не сам свет, а его содержание, То есть, на самом деле, другое средство. Сообщение электрического света, подобно сообщению электроэнергии в промышленности, является целиком и полностью основополагающим, всеприникающим и децентрализованным, ибо электрический свет и электроэнергия отделены от их применения, и, кроме того, они упраздняют временные и пространственные факторы человеческой ассоциации, создавая глубинное вовлечение, точно так же, как это делает радио, телефон и телевидение. Об информации, передаваемой при помощи света, идет речь в строках из Ромео и Джульетты. Но тише! Что за свет блеснул в окне? Она заговорила. Нет, молчит. Сеть интернет обычно так же не рассматривается, как средство коммуникации. Всегда средством коммуникации для нас становится не сам интернет, а его производные – мессенджеры, видеоконференции, электронная почта, сетевые энциклопедии. Хотя мы понимаем, что ни одной из этих средств не было бы возможно без сети интернет. Таким образом, настоящим сигналом является сам интернет, приводящий к изменениям в общественной жизни через свои производные. Правильный подход к изучению средств коммуникации должен принимать во внимание не только содержание, но так же само средство коммуникации как таковое и ту культурную матрицу, в которой это конкретное средство функционирует. А потому величайшее из всех обращений произошло с пришествием электричества, а позднее сети интернет, которые положили конец последовательности, сделав вещи мгновенно одновременными. Причины вещей доходят до осознания, когда вещи перестают расставлять последовательный ряд и, соответственно, составлять из них цепочку, а пытаются рассматривать одновременно. Вместо вопрошения о том, что появилось раньше, курица или яйцо, в этом случае приходит на ум, что курица – это план яйца по приумножению яиц. Примером качественного перехода от последовательности к одновременности может служить практика параллельных вычислений на суперкомпьютерах. Качественный скачок реализовался внедрением системы гипертекста в систему цифровых документов, добавившая в плоский текст еще одно измерение. До появления цифровой скорости и сетевого пространства то, что средство коммуникации и сообщения было не столь очевидно, сообщением казалось содержание. Люди имеют привычки спрашивать, например, о чем эта картина. Между тем, им никогда не приходило в голову спрашивать, о чем эта мелодия или о чем эти дом или одежда. В таких вопросах люди сохраняют некоторые ощущения целостного паттерна, то есть формы и функции как единого целого. Кардинал Ньюман как-то сказал о Наполеоне, он понял грамматику пороха. Эта метафора относится, собственно, не к понятию пороха, а к обозначению понимания методологии военных действий, стратегии и тактики. Наполеон уделял большое внимание средствам коммуникации своего времени, флажковому телеграфу, дававшему ему огромное преимущество над врагами, а также влиянию информации на общество, выраженную в его фразе. Трех враждебно настроенных газет следует бояться больше, чем тысячи штыков. Это подтверждается тем, что именно недостаточное внимание к средствам коммуникации привело Россию к поражению в русско-турецкой войне, вызванном разницей в скорости передачи информации. Англичане пользовались азбукой Морзе для ускорения взаимодействия флота. В отличие от России, Николай I отказался от поступившего к нему предложения Морзе, и Дипеша отправляли курьерами. Маклюэн описывает стремление внешнего мира преодолеть эти блоки при помощи все новых средств и каналов связи. Уплотненный цифровой средой земной шар теперь не более чем деревня. Скорость распространения информации в сети, собрав воедино во внезапной имплозии все социальные и политические функции, беспрецедентно повысила осознание человеком своей ответственности. Именно этот фактор меняет положение любого человека в обществе. Любой человек не может и далее оставаться самодостаточным в политическом смысле ограниченного общения. Благодаря цифровым средствам коммуникации посторонние люди вовлечены в наши жизни, как и мы в их жизни тоже. Это эпоха тревоги, вызванная цифровым сжатием, принуждающим к привязанности и участию, невзирая ни на какие точки зрения. Частный и специализированный характер точки зрения, сколь бы он ни был благородным, не будет иметь в цифровую эпоху ровным счетом никакого значения. На уровне информации такое же опрокидывание произошло с заменой обычной точки зрения инклюзивным образом. Начиная со второй половины XX века в мире наблюдаются устойчивые признаки масштабных трансформаций социума, в результате которых складывается принципиально новый облик государственной и общественной системы. Маршалл МакЛюин подробно характеризует новую реальность, названную им глобальной деревней, возникшую в результате развития средств массовой коммуникации. Исследователь утверждал, что электронные масс-медиа, а в начале XXI века и интернет, появление которого ученый предсказал при жизни, способствуют резкому увеличению скорости коммуникаций, позволяют практически мгновенно передавать информацию. При этом традиционные элементы государства и общества, актуальные на протяжении тысячелетий, пространственно-временные расстояния и национальные границы, утрачивают свое прежнее влияние. Многие традиционные социальные институты под системой общества значительным образом видоизменяются. Новый социум характеризуется не только более интенсивными и близкими коммуникациями. В нем утрачиваются практически все барьеры между народами, странами, континентами. В этой ситуации, наряду с бесспорными позитивными тенденциями, возникает риск дестабилизации общества. Маклюин полагал, в частности, что в глобальной деревне, как в форме социальной организации, устойчивость придает именно коммуникационная система, где решающую роль играют электронные масс-медиа, выступающие не только объединяющей технологией, но и инструментом преодоления рисков и дисфункции социума. Достигается данный эффект социально-психологической и социокультурной близостью акторов коммуникативного процесса, как отдельных индивидов, групп, так и целых государств. Современный мир-порядок характеризуется также наличием устойчивого идеолога мировоззренческого стержня. При этом очевидно, что социальная коммуникация оказывает заметное влияние на архитектуру нового общества. Границы коммуникативного акта значительно расширяются по сравнению с его первичным научным пониманием. Это не только общение, но и артефакт культуры, цивилизации, общественного строя. Центральное место в новой форме социальной организации занимают электронные медиасистемы, потенциал воздействия на сознание и поведение аудиторий, которых сложно переоценить. Человек на новом этапе развития сверхскоростных электронных медиа получает иллюзию соучастия в происходящих событиях. Сила электронной коммуникации заключается в том, что здесь соединяются иррациональные, иррациональные аспекты восприятия окружающего мира. Именно так формируется социально-мифологическая картина мира у аудитории, которой большинство из членов безгранично доверяют. Однако функционирование электронных коммуникаций несет в себе не только положительные, но и отрицательные социальные последствия для общества. В частности, нельзя игнорировать риски информационной и национальной безопасности отдельных государств в рамках де-факто сложившегося глобального информационного миропорядка. События последних десятилетий показали, что государства, различные военно-политические союзы и блоки применяют агрессивное информационное воздействие на население враждебных им стран. В 1990-е и 2000-е годы с тревожной регулярностью разворачивались масштабные информационные войны, результатом которых стали массовая паника, формирование трагического мира ощущения населения, ухудшение общего качества информации, утрата доверия граждан государству, государственному органу власти, целенаправленное распространение слухов. В этой связи возникает определенное противоречие, детерминированное, с одной стороны, бесспорным социальным прогрессом, положительной динамикой социума, а с другой – нарастающими дисфункциями коммуникационной системы, в которой начинают все отчетливее проявляться агрессивные, неконструктивные начала. При этом именно данная система является той, объединяющей социальной технологией, которая конституирует нынешний облик глобального миропорядка. Мак-Люин обращал внимание на тревожные тенденции, связанные с доминированием в обществе компьютерной и электронной коммуникации, в ущерб традиционным формам социального общения, складывающимся веками в социуме. Речь идет о возрастании влияния формальной коммуникации над неформальной, а также об увеличении информационно-психологического воздействия на сознание и поведение аудитории. Именно поэтому в последние десятилетия мы стали свидетелями своеобразной информационно-компьютерной гонки вооружений, когда противоборствующие стороны стремятся не только контролировать как можно больше электронных СМИ, интернет-ресурсов, в том числе неформального характера, но и координировать сообщения в рамках коммуникационной системы государства. Оттачиваются способы манипуляции сознанием, пропаганды, скрытые рекламы, пиар-воздействия, которым придается технологический и научный характер. Проводятся дорогостоящие исследования массово-коммуникативного воздействия на аудиторию для сбора первичной информации, используется весь арсенал современных методик. Все социальные перемены являются последствиями внедрения новых технологий, этих самоампутаций нашего бытия и их проникновения в нашу чувственную сенсорную жизнь. Эти перемены радикально меняют образ мира, который мы создаем или леем, а потому всякая технологическая инновация вызывает у нас беспокойство и даже нервное расстройство, и в итоге все оборачивается воинами в чьетно попытках восстановить старые образы. Понятие самоампутации бытия МакЛюэн приводит как антоним ранее введенному им понятию «расширенная личность», относящаяся к усилению различных функций человека при помощи развивающихся технологий. Коммунальное богатство, созданное механическими продолжениями человека, было быстро уничтожено электрической средой, которая начала с телеграфа и неумолимо развивалась в информационную среду. С наступлением информационной эпохи все территориальные претензии, бизнес-цели и политические устремления мало-помалу становятся иллюзорными. Возникает парадокс. Посредством электрических технологий отсталая страна может предзойти былые механические технологии. Отсталые страны могут подключаться к цифровой среде, а вот высокообразованные страны склонны скорее отключаться. Боль, вызываемая новыми технологиями, стремится попасть в разряд опосредованной боли. С появлением новых технологий боль образует некую особую форму пространства, так как технологии тоже вызывают боль. Все новые технологии приносят к культурную хандру. Будто прежние разбудили фантомную боль после того, как исчезли. МакЛюэн разработал теорию деления всех средств коммуникации на горячий и холодный. МакЛюэн одним из первых обратил внимание на взаимосвязь массовой коммуникации и развитие общества. Он считал, что медиа – это продолжение органов чувств, и именно отсюда появилось деление на горячие и холодные медиа. Главными различиями этих типов в медиах он видел в количестве исходящей из них информации и степень вовлеченности, которую эти медиа представляют, и в целом характер влияния медиа. Вовлеченность определяется потому, требует ли медиа участие в них человека. Те, которые требуют, он называл холодными. И наоборот, медиа, не требующие участия человека, он называл горячими. Горячие средства характеризуются низкой степенью участия аудитории, а холодные – высокой степенью ее участия. Соответственно, отсталые страны являются холодными, развитые, горячими. Речь или телефон – это холодные средства коммуникации. Кино и радио – горячие. Мак-Лювин также рассматривает и аспект психики, основывая этим и свое разделение. Оно нужно, чтобы можно было отличить те медиа, которые загружают нас и которые нас разгружают. Мак-Лювин считал, что исследования медиа принесут плоды только тогда, когда в изучение будет включен и культурный контекст, в котором функционирует медиа. Горячими он называет те средства, которые предельно расширяют одно чувство, давая очень много соответствующей информации – радио, фото, телевидение, лекция, а холодными – дающие мало информации, заставляющие рецепиента восполнять лакуны и додумывать самому – телефон, комикс, семинар. Горячие обеспечивают низкую степень участия воспринимающего, холодную – высокую. Слишком горячие средства воздействуют очень сильно, и чтобы справиться с воздействием, сознание включает механизмы защиты, охлаждения. Обычно это происходит в периоды распространения новой технологии. Есть основной принцип, отличающий такое горячее средство коммуникации, как радио, от такого холодного средства, как телефон, или такое горячее средство коммуникации, как кино, от такого холодного средства, как телевидение. Горячее средство – это такое средство, которое расширяет одно единственное чувство до степени высокой определенности. Высокая определенность – это состояние на полнодействие данных. Фотография с визуальной точки зрения обладает высокой определенностью. Коммерс же – низкой определенностью, просто потому, что он дает очень мало визуальной информации. Телефон является холодным средством коммуникации или средством с низкой определенностью, так как ухо получает скудное количество информации. Речь тоже является холодным средством с низкой определенностью, поскольку слушателю передается очень мало и очень много ему приходится додумывать самому. С другой стороны, горячие средства коммуникации оставляют аудитории не очень много простора для заполнения или довершения. Горячие средства характеризуются низкой степенью участия аудитории, а холодной – высокой степенью ее участия или достраивания ею недостающего. А потому, естественно, что горячие средства коммуникации, например, радио, оказывают на пользователя совершенно иное воздействие, нежели холодное средство, например, телефон. Такое холодное средство коммуникации, как иерографическое письмо, очень отличается по своим воздействиям от такого горячего и взрывного посредника, как фонетический алфавит. Алфавит, доведенный до высокой степени абстрактной визуальной интенсивности, превратился в книгопечатание. Любое горячее средство коммуникации допускает меньшую степень участия по сравнению с холодным. Например, лекция обеспечивает меньшее участие по сравнению с семинаром, а книга по сравнению с диалогом. С появлением печати многие прежние формы были исключены из жизни искусства, а многие приобрели странную новую интенсивность. Между тем, наше время прямо-таки изобилует примерами проявление того принципа, что горячая форма исключает, а холодная включает. Примером разрушительного воздействия горячей технологии, приходящей на смену холодной, может служить исторический момент, когда австралийские аборигены получили от миссионеров стальные топоры. Их культура, базирующаяся на каменном топоре, потерпела катастрофу. Каменный топор был не просто редкостью, он всегда служил основным статусным символом, подчеркивающим значимость мужчины. Миссионеры привезли с собой кучу острых стальных топоров и раздали их женщинам и детям. Мужчинам приходилось даже брать их у женщин взаймы, и это вызвало катастрофическое падение мужского достоинства. Племенная и феодальная иерархия традиционного типа быстро разрушается при столкновении с любым горячим средством коммуникации. Такие средства, как деньги, колесо, письмо или любая другая форма ускорения обмена и движения информации, приводят к фрагментации племенной структуры. Мы не говорим о том влиянии на общество, которое мы наблюдаем сейчас при внедрении в общество новых цифровых технологий. Новое цифровое структурирование и конфигурирование жизни все больше и больше сталкивается со старыми линейными и фрагментарными процедурами, инструментами анализа, пришедшими из доцифровой эпохи. Первоначальным эффектом прихода цифровой технологии была тревога. Теперь она, похоже, рождает усталость. Общество прошло через три стадии – смятение, сопротивление и изнеможение, которые присутствуют в каждой болезни и в каждом жизненном стрессе, будь то индивидуальном или коллективном. Упадок сил, постигший общество после первого столкновения с цифрой, предрасположил его к ожиданию новых проблем. Разведение средств коммуникации на горячие и холодные достаточно произвольно. Оно не учитывает, что характер воздействия в одном и том же обществе во многом зависит от аудитории, ее культурных традиций, образования, степени знакомства с данным средством. Поэтому те средства, которые для одной среды будут горячими, для другой выступят в качестве холодных. МакЛюэн подразделял по критерию температуры и культуры. Холодные – бесписьменные, и горячие – письменные, особенно печатные. Если горячие средства, например, радио, попадают в холодную культуру, или холодную, например, телевидение, в горячую, это приводит к социально вредным, подрывающим основу культуры последствиям. Мысли МакЛюэна дополняют теорию французского антрополога Клода Левистроса, который также делит культуры на горячие и холодные. Первые ориентированы на поиск новых текстов и выразительных средств, поощряют изобретение чего-то нового, не гнушаются внедрением технологий и трансформацией устоявшихся категорий. Вторые стремятся воспроизводить стандартные укоренившиеся шаблоны. В холодных культурах феномен изобретательства соотносится лишь с далеким прошлым, и наследие героев прежних лет нужно нести неизменным. Левистрос полагал, что большинство традиционных культур человечества – это культуры, которые основаны на постоянном воспроизведении прежних образцов. Традиционная культура австралийских аборигенов, или американских индейцев, или разных африканских племен, в принципе, и не ставит своей задачей создание чего-то нового. Основная задача культуры – строго воспроизводить некоторые, передаваемые с поколения в поколение, запас обрядов, обычаев и текстов, которые с этими обрядами связаны. С точки зрения температуры, средств коммуникации по Маклюйну отсталые страны являются холодными, а развитые – горячими. Завзятый горожанин горяч, а сельский житель – холоден. Однако, с точки зрения обращения процедуры ценностей в цифровую эпоху, прошлые механические времена были горячими, а мы, живущие в эпоху цифры, холодны. Правда, используются о горячих средствах коммуникации в горячей или в холодной культуре. Когда такое горячее средства коммуникации, cardboard, используется в холодных или бесписьменных культурах, это приводит к разрушительным последствиям, совершенно отличным от тех, которые имеют место в развитых странах, где радио воспринимается какое развлечение? Холодная культура или культура низкой грамотности не может принять такие горячие средства коммуникации, как радио, в качестве развлечения. Для них они, по крайней мере, настолько же разрушительны, насколько разрушительным стало для нашего высокоразоватого письменного мира такое холодное средство, как телевидение. То, что в западных средствах коммуникации считается развлечением или забавой, неизбежно кажется холодной культурой агрессивной политической агитацией. Один из способов увидеть основополагающее различие между горячим и холодным применением средств коммуникации – сравнить и противопоставить трансляцию исполнения симфонии и трансляцию симфонической репетиции. Когда в визуальной и высокограмотной письменной культуре мы впервые встречаемся с каким-нибудь человеком, его внешний вид приглушает звучание его имени, так, что мы в целях самозащиты добавляем «Как вы сказали ваше имя?». В то же время в слуховой культуре звучание человеческого имени является всепоглощающим фактом, ибо имя человека – это ошеломляющий удар судьбы, от которого ему так и не суждено оправиться. Перегретое средство коммуникации может по Маклюину обращаться в свою противоположность. Наша новая озабоченность проблемы образования вытекает из того радикального изменения, которое привело к утверждению взаимосвязи в сфере знания, где прежде отдельные предметы образовательной программы были обособлены друг от друга. В условиях цифровой скорости суверенитет факультетов растаял так же быстро, как и национальные суверенитеты. Одержимость старыми формами механической односторонней экспансии от центров к периферии утратила свою значимость в новом цифровом мире. Значительные и стремительные изменения систем и скорости коммуникации между людьми вызвало необходимость создания науки и технологий, позволяющих управлять системой распространения знаний. Возникла наука, названная инженерией знаний, на английском knowledge engineering, наука о методах и технологиях извлечения, представления, структурирования, формализации и использования знаний. В инженерии знаний речь идет не столько о технологиях доступа, сколько о формах представления этих знаний. Эта наука родилась в рамках исследований искусственного интеллекта 40 лет назад, в 1980-е годы.